Ассаламу алейкум, уважаемые братья и сестры, благословенная пятница. И как всегда в это время у нас на телеканале ННТ передача «Часть ислама». Передача, в которой мы с вами познаем религию ислама. А в гостях сегодня у нас теолог Мухаммад Ариф Сираждинов. Ассаламу алейкум, Мухаммад Ариф Хаджи. Аликум, ассаламу алейкум. Тема сегодняшнего нашего разговора – это хула и сплетни, грехи языка, в общем говоря. И, Мухаммад Ариф Хаджи, давайте начнем. Первый вопрос поясните, пожалуйста, нашим зрителям. Что же такое хула? Ауазу билляхи мина шейтану рожим, бисмиллахи рухмана рухим. Альхамду лилляхи рамбил аламин. Ассаламу алейкум, 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 алейкум. Уважаемые ведущие, также телезрители. Когда мы говорим хула, когда мы говорим вот это слово, это на арабском будет звучать как гибат. То есть это, как посланник Аллаху алейкум описал, это то качество, когда человек описывает каким-то качеством или говорит то, что не нравится его брату мусульманину или сестре мусульманки. Если же это будет из тех вещей, которые в этом брате или же в этой сестре не присутствуют, эти качества, то это уже будет не гибатом, а будет бухтаном. То есть это уже будет ложью по отношению к этому человеку. Это будет обманом. Поэтому, когда мы говорим хула, это имеется в виду те качества, которые в нас присутствуют, но упоминания этих качеств нам бы не хотелось. Вот это и есть на самом деле хула. И когда мы слышим, что есть слово хула, что мы слышим, есть слово гибат, мы, наверное, задумаемся и думаем, что, наверное, это качество в нас не присутствует, наверное, мы этого не говорим. Но порой на самом деле, наверное, у каждого человека эти слова как-то в течение дня они проходят. И, конечно же, мы должны стараться, чтобы такого в нашей жизни было очень мало. Этот грех, который мы видим сегодня под названием хула, она очень сильно распространена. Во время посланника Аллаху, во время сподвижников, во время табирану, конечно, этого греха было поменьше. И сегодня, когда мы видим, это сплошь и рядом мы эти слова на самом деле замечаем. И, конечно же, нам нужно все время каяться, все время просить Всевышнего Аллаха, чтобы мы на этот грех обратили больше внимания и чтобы каялись с каждым днем в этом грехе. Чем отличается хула от оскорбления? Ну, оскорбление тоже является, говорит то, что не нравится человеку. Когда мы оскорбляем человека, когда мы видим этого человека, как говорится, один на один, когда мы с ним разговариваем, это будет как раз таки оскорблением, это будет раздором, это будет фитнес между братьями. А когда мы говорим хула, это означает, что, как мы сказали, мы говорим эти слова, когда его рядом с нами нет. То есть, к примеру, сегодня мы с вами вдвоем здесь сидим и обсуждаем какого-то третьего человека. То есть, за спиной, получается? То есть, за спиной, да. Вот это и будет уже гиббатом. Ну, если человек действительно имеет такие качества, ну, мы говорим то, что есть, получается. Ну, в этом случае тоже как бы грех, да? Мы как раз до этого сказали, если человек, который говорит за спиной другого человека, то, что в нем есть, это как раз таки является гиббатом. А если чего нет, это уже будет бухтан. То есть, это уже будет клеветой на этого человека. И, естественно, как мы понимаем, говорить то, что у человека есть то, что ему не нравится, это гиббат, и за него есть определенный грех. Но бухтан уже возведение на этого человека клеветой. За это уже грех еще больше. То есть, в данном случае мы как раз таки говорим о том, что на самом деле есть, и то, что человеку не нравится. Возьмем элементарный пример. Какой-то человек может быть высокого роста, если даже мы просто скажем, вот этот человек высокий, но ему это не нравится. К примеру, если мы видим его обычное время, если мы скажем, дорогой брат, ты высокий, ему это не нравится, он говорит, я не хочу, чтобы так говорю. Это одно слово «ты высокий» это уже хватает, чтобы мы получили греха этого ребята. Тогда возникает вопрос, если человеку наоборот нравится, а хвалить за спиной можно, это будет грехом за это? Если человеку нравится, когда его хвалят, здесь есть, скажем так, два момента. Бывают места, где человека хвалить можно и где человека похвалить нужно. Для чего? Для того, чтобы между людьми был маслиха, для того, чтобы люди с этого человека брали пример. Но здесь нужно учитывать другой момент. Бывают люди, когда их похвалили в том, что они совершают, они на этом уровне останавливаются. К примеру, если есть какой-то хороший работник, и когда начальник его хвалит, говорит, ты молодец, ты совершил какое-то деяние, прогресс этого работника, его совершенство над собой, она останавливается. А ему как-то самоодовольствие человеку появляется. Чтобы это самоодовольствие не появлялось, лучше при таком человеке, конечно, прямо за ним, чтобы он слышал, лучше этой хвалы ему не возводить и лучше этого человека не хвалить при людях, когда все другие люди тоже видят. Вот здесь такие, как мы сказали, два момента. Есть момент, где нужно похвалить, есть момент, когда лучше этого человека не хвалить. Дорогие друзья, я хочу вам напомнить, что вы можете задавать интересующие вас вопросы по этой теме по номеру, который вы видите у нас внизу экрана, в соцсетях, а точнее по WhatsApp. Мухаммад Ариф Хаджи, тогда возникает из этого еще такой вопрос. А в каких случаях дозволяется хула или вообще дозволяется ли в каких-либо случаях как бы поносить человека за спиной? Здесь для начала хотелось бы разъяснить еще о том, что это хула, этот гиббат, вот насколько это мерзкий грех. Когда мы говорим хула, кто-то может подумать, ну да, за другим человеком что-то сказали, там у всех бывает, и на этом как-то мы ограничиваемся. На самом деле, посланник Аллаху ассалям очень большое внимание уделял именно вот этим, скажем так, пороком нашего сердца, и также вот тем качеством, которое у нас проявляется и на языке, и то, что мы говорим. Когда человек что-то говорит за спиной другого брата, имам Газали, рахиму Аллах, сравнивая это, говорит, что бы вы сказали бы о том человеке, который привык есть хорошее мясо, который привык есть, нам скажем, да, баранину, привык есть говядину, хорошо прожаренную. И если бы этому человеку сказали бы однажды, вот ты сейчас ешь мясо своего брата, вот как бы, говорит, мы отреагировали. Конечно, этот человек, говорит, сказал бы, нет, я, говорит, этого не ем, я стараюсь бы убирать хорошее халяльное мясо, я только такое мясо ем. Вот имам Газали, рахиму Аллах говорит, что посланник Аллаху ассалям говорит, когда человек говорит за спиной своего брата то, что ему не нравится, это, говорит, подобно тому, как он ест мясо своего брата. Вот такой по смыслу в Коране аят тоже есть. И теперь выходит, говорит, что человек, который говорит за спиной своего брата то, что ему не нравится, Он как будто бы есть, говорит, мясо своего брата на самом деле, мертвичину своего брата он есть. И более того, имам Газель Рахмад дальше говорит, здесь, говорит, в этом мире мы, как бы, закрытыми глазами, мы этого не осознаем в полной мере, но в судный день, вот эта картина как раз-таки вот так и представлена, говорит, перед нами. То есть сегодня мы на столе ничего не видим, мы как бы что-то кушаем, но не видим, что мы едим. Но в судный же день нам покажут, вот ты ел вот это мясо своего брата. Тяжесть греха. Тяжесть греха этого. На самом деле это вот настолько тяжкий грех, просто мы настолько беспечны, что мы на этот грех внимания не обращаем, к сожалению, конечно же. Ну, Хандариф Хажи, ну если человек сам дает повод, чтобы за ним так говорили, мерзко себя ведет, невольно-невольно люди начинают его обсуждать, как-то перепадает ли ответственность за этот грех на того человека, или этот грех разделяется между обоими? Конечно, человек, который совершает грех, он должен стараться, чтобы вот этот грех, по крайней мере, чтобы люди этого не видели, чтобы, по крайней мере, чтобы этот грех оставался между ним и Всевышним Аллахом, и в дальнейшем стараться каяться, чтобы этот грех вообще он оставил. Если же этот грех как бы совершается возле людей, конечно, люди об этом грехе будут говорить. И когда люди об этом говорят, вот есть несколько вариантов, при которых они имеют право, даже более того, они вынуждены и шарят им вот этот грех, вот это именно злословие, грех этого греха не записывают. В каких случаях? К примеру, если какой-то правитель или же какой-то человек, который имеет власть, если он, скажем так, притесняет более слабого раба Всевышнего Аллаха, в этом случае этот раб имеет право пойти и пожаловаться на него. Будь то имаму, будь то какому-то правителю, он приходит и говорит, такой-то человек меня притесняет. Вот это в данный момент с его стороны рыба там и как бы наговором за ним не будет. Почему? Потому что он как бы отстаивает просто свое право. В этом случае шарят ему разрешает, чтобы он, как бы, скажем, такую жалобу принес. Или же, к примеру, мы знаем, бывают люди, которые совершают грех и более того, к этому греху как бы подталкивают других людей. В этом случае тоже, если, например, мы сами не можем этого человека остановить, если не хватает нашей, скажем так, мощи, не хватает нашей силы, чтобы этот грех этот человек оставил, мы имеем право опять-таки пойти, даже прилюдно, при всех сказать, что такой-то человек совершает этот грех. К примеру, человек выпивает и к этому, скажем так, притягивает молодежь. И в этом случае мы обязаны всем донести, сказать, вот этот нехороший человек вот такой совершает. Для чего? И для того, чтобы этого человека просто, скажем так, оскорбить, а для того, чтобы мы как-то оберегли, чтобы мы отстояли именно, как бы, хорошее деяние этих молодых ребят, чтобы они к этому не привыкали. Уже у нас первый вопрос, Мухаммад Арифаджим, позвольте зачитать. Ас-саламу алейкум. Вот я знаю, что хула сплетни, это плохо, это грех, я знаю, но все равно мой проклятый язык не сдерживается. Скажите, пожалуйста, каждый раз, когда человек сплетничает, потом, если делает таубу, будет ли приниматься Аллахом его таубу? Альхамдулля, конечно же, за милость Всевышнего Аллаха, милость Всевышнего Аллаха, она безгранична. Сколько бы человек не совершал грех, сколько бы человек не повторялся в этом одном и том же грехе, если он сделает на самом деле искреннюю таубу, если он на самом деле попросит Аллаху та'аля, чтобы Аллаху та'аля его простил, Аллаху та'аля принимает такого раба. Ну, вот брат, он совершает грех, кается, потом снова совершает грех, кается. Как бы так у него это все повторяется, зациклено у него. Да, здесь, конечно же, мы видим немножко, скажем, слабость этого нашего брата. Конечно, может, эта слабость у нас тоже с вами проявляется, и тем не менее должны стараться, чтобы этого греха было поменьше. Но табу делать пересадок человек не должен, в любом случае. И также, что мы можем посоветовать? Мы можем посоветовать, это тоже приводится в книге нашего достопочтимого муфтия Ахмада Хаджи Абдулаева. Вот здесь о чем он говорит? Он говорит, когда мы совершаем столько много греха за целый день, когда мы совершаем столько рыбота и бутана за нашими братьями, к примеру, и у нас нет возможности найти этих людей, как-то попросить у них прощения, что мы должны делать? Мы, говорит, должны прочитать суру Аль-Фатиха, мы ее читаем, затем читаем суру Ихляс, затем читаем Фаляк Нас, и вознаграждение того, что мы получили, это все вознаграждение мы передаем как раз таки тем братьям, тем сестрам, за которых мы в течение дня, может быть, сказали эти слова. То есть сделать для себя, скажем так, такой привычкой, к примеру, перед сном, или же когда человек с утра пробудился, если он будет каждый раз делать это дуа, если он будет передать вознаграждение за то, что он прочитал, именно тем людям, на которых он наговорил, это будет своего рода какой-то преградой. И в судный день, когда его спросят, почему ты меня наговаривал, вот то прочитанное, которое мы с вами отдали этим братьям, это вознаграждение придет и скажет, вот я как бы за этого человека отвечаю сегодня. Да, да, это как компенсация, то, что он наговаривал. Уханда Ариф Хаджи, позвольте прерваться, у нас небольшой рекламный блок, после чего мы продолжим. И так, дорогие друзья, мы продолжаем. Я напоминаю, что вы можете задавать вопросы в прямом эфире нам, по номеру, который вы видите внизу экрана. Уханда Ариф Хаджи, вот вы сказали, что если нет возможности покаяться, надо прочитать и воздаст это полученное воззнание этим людям, за кого вы сплетничали. А как будет правильнее? Если есть возможность, то лучше получается подойти к ним и попросить личное прощение, да? Да, если у нас есть возможность, если мы знаем этих людей, если эти люди, скажем так, остались еще живы, в этом случае не то, что было бы хорошо, а это является как бы обязанностью, чтобы мы нашли этих людей, подошли к ним и сказали, вот дорогой брат, ты меня прости, например, вчера или в такое-то время я тебе говорил то, что тебе не нравится. Как-то даже можно, в принципе, образно сказать, то есть не за каждый грех говорит, а как-то в общем сказать, я за тебя там за спиной говорил, можешь ли ты, да, все, это мне простить. Если такой человек нас прощает, конечно, аль-хамду-ляй, нам было бы хорошо. А если человек уже как бы отошел в мир иной? Если человек отошел в мир иной, в этом случае, ну, то, что мы говорили, мы сначала прочитаем те суры, которые мы сказали, и вознаграждение этого будем передать этому нашему брату. Конечно, нужно стараться, чтобы это все у нас было при жизни уже, скажем так, урегулировано, чтобы эти вопросы у нас не оставались на то время, когда нас уже не будет на этом свете. Потому что то, что мы совершаем в этом мире, к примеру, там, тоже садок, который мы раздаем, вознаграждение за него бывает огромное. Когда мы или наши там, скажем, да, когда нас уже не стало, когда за нас раздают это наши потомки, от этого бывает очень мало пользы. К примеру, вот, да, мы знаем, бывают люди, которые что-то копят себе. Копят, копят, стараются как-то ему что-то собрать, и раз этих людей не стало. Вот если они при жизни, то, что они копили бы, если они это раздали бы, оно принесло бы им огромную пользу. А то, что они собрали, за них раздали уже после смерти их потомки, на этом грошится, на этом очень мало вознаграждения всего лишь наладает. Почему? Потому что человек при жизни, он, зная, как бы ее цену, ее раздает. А то намерение и все то, что бывает у детей, это же только этим детям известно, что они, и для чего они это делали. Поэтому в данном случае, пока человек при жизни, пока мы с вами тоже живы, подойти к этим братьям, сестрам и попросить у них прощения, конечно, будет правильно, и так нужно делать. Не нужно оставлять все на потом, чтобы судный день, вот как из одного из хадисов послание Николая Савасану, то, что вытекает. Послание Николая Савасану говорит, что когда, говорит, судный день позовут одного из рабов, случится, говорит, так, что те деяния, которые он совершал, хорошие деяния, он, говорит, этих деяний в своих списках не увидит. И затем он спрашивает, о, Севышний Алла, а почему, говорит, моих хороших деяний здесь нет? Тогда Севышний Алла ему, как бы, объясняет, показывает, то, что, говорит, ты говорил за одного брата, это ушло сюда. То, что ты, там, наговорил на другого брата, это ушло туда. То, что ты, там, ударил кого-то, это ушло сюда. То есть все то, что он совершал, получается, при этой жизни у него все потихоньку забиралось. И в итоге, может, что так, что мы, как бы, думаем, что у нас, там, да, огромное количество вознаграждений, у нас, там, горы хороших деяний есть, но на самом деле от того, что мы все время занимаемся вот этими нехорошими делами, а то, что все время стараемся как-то увидеть в своем брате какие-то недостатки, вот все наши эти деяния, эти все огромные горы нашего добра, они все потихоньку растаскиваются. Добро, которое, воздаяние за добро, которое мы получили, делая какие-то вообще другие дела, будут компенсировать наши сплетни. Те деяния, которые мы совершили, может быть, за полученное вознаграждение, за намаз, может быть, за пост, может, за какой-то садак, или что бы то ни было, это вознаграждение у нас потихоньку забирается. И случается так, что человек вроде бы всю жизнь провел как бы хорошо, правильно, красиво, но одновременно с этим у него в ахирате ничего не остается, потому что у него такой нехороший язык был, и все время то, что он говорил, с его хорошим шрифтом, это все списывалось. Еще один вопрос такой. Обычно люди поносят присутствие многих людей. Обязательно ли просить прощения присутствие всех тех, именно при которых это был совершен грех? Вот представьте себе, мы какого-то человека взяли и перед всеми там сказали, в его отсутствие имеется в виду, сказали, вот такой-то человек, он там что-то такое совершил. Сейчас, когда мы идем к этому брату, чтобы просить у него прощения, вот это же логично, что он тоже захотел бы, и он попросит нас, скажет, ты меня перед всеми, скажем тогда, обозвал. Вот теперь всех этих людей собери, и перед ними тоже скажи, что то, что ты говорил, это было неправдой, или то, что ты не хотел этого говорить. Это будет справедливо. Это будет справедливо, и так одна шаря тоже требует. Опять же, Гору, это очень тяжело. Всех тех людей собрать тоже очень тяжело. Поэтому мы говорим, уже надо стараться не ошибки исправлять, а хотя бы с этого момента нужно стараться, так сказать, профилактику этих ошибок дела. То есть, не допускать того, чтобы нам пришлось бы этих людей собирать. А если уже тебе подошел человек с просьбой о прощении, как поступить? Если к нам подошел человек и просит, говорит, дорогой брат, я совершил какой-то грех сзади тебя, сказал, а тебе тоже не нравилось, конечно, такому брату мусульманину, тем более, когда он так открыто подошел, лучше будет простить. Имам Шафия, рахиму Аллах, приводит такие слова, он говорит, человек, к которому подошли и попросили прощения, если он, говорит, не прощает, он говорит, подобен шайтану. Давайте теперь задумаемся, почему он подобен шайтану? Шайтан что хочет? Шайтан хочет, чтобы у человека остались грехи. Шайтан хочет, не прощали, и получается, мы в этом грехе как бы помогаем вот этому шайтану, получается, как мы соучастники этого шайтана. Поэтому имам Шафия говорит, человек, к которому подошли и попросили у него прощения, если он не прощает, он говорит, помощник вот этого шайтана, он подобен этому шайтану. Исходя из этого, нам, конечно же, следует постараться в себе, то, что нам причинили вред, как-то это гнев, все это проглотить, сглотнуть, и сказать, ради Всевышнего Аллаха, ради того, что ты брат мой мусульманин, я ради Всевышнего все тебе это прощаю. Какой бы этот грех ни был. Не поддаваться. Ахамду Алиф Хажи, вот такой вопрос от телезрителей. Слушать хулу является ли грехом, и что делать, если присутствие тебя кого-то поносит? Послан Николаев говорит, хулитель и тот человек, который слушает вот эту хулу, они говорят соучастники этого греха. Из этого мы понимаем, что человек, который находится, скажем, в каком-то собрании, там, где люди присутствуют, если он сам даже ничего не говорит, если он видит, что есть люди, которые поносят вот их общего какого-то брата, что они за спиной его что-то говорят, в этом случае он должен быть адвокатом для этого брата. То есть он должен сказать, дорогие братья, вы здесь переходите рамки шариата, вы здесь переходите границы, эти слова ему не понравились бы, давайте мы это разговор здесь оставим, какую-то на другую тему переключимся. На такую тему, на нейтральную тему, которая не цепляет ни одного из братьев, ни одной из сестер. Если мы будем стараться любые моделицы наши вот так вести, я вас уверяю, что у нас ничего кроме хороших моделицев других моделицев не останется. Ибо мы, когда говорим, все-таки в нашей жизни проскались моменты, когда у нас речь заходит о тех людях, которые являются нашими братьями, но которые нам даже, может, никакого отношения не имеют, мы их все время обсуждаем. Мы получаемся настолько, скажем так, щедрые люди, которые, как мы говорили, наши благие деяния разбрасываем направо и налево. Вот такой человек уподобляет человеку, который, говорит, поставил катапульту и на этой катапульте и на запад и на восток свои хорошие деяния раскидывает. Человек, который говорит за другого человека за спиной. То есть хулитель, это человек, который поставил катапульту и свои благие деяния раскидывают направо-налево. У наших праведников у них был такой обычай, если они узнавали от какого-то человека, что вот сзади тебя кто-то что-то сказал, если они узнавали, они ему отправили какой-то подарок, будь то еда, будь то там фрукты или что-нибудь, отправили подарок и говорили, это, говорю, тебе за то, что ты мне дал. А что он ему дал? Он на него наговорил, соответственно, он либо свое хорошее деяние ему дал, либо его грех всевышнего как бы списал за то, что он на него наговорил. Но в связи с тем, что вы сказали призвать людей не поносить друг к другу. Вот как раз в связи с этим вопрос поступил. Вокруг меня близкие мне люди спокойно врут. Но здесь не сплетни, а вранье. Хотя, ну, подумал, да. Хотя я младше их, я им делаю замечания, а они обижаются, что мне делать? Они не реагируют на его замечания, какие-то там уговоры и так далее. Вот мы знаем, что послан Николай, когда говорит о том грехе, который совершается, и когда мы, чтобы этот грех оставили, вот послан Николай о чем говорит? Он говорит, если вы можете, вы этот грех остановите рукой, если мы можем. Если не можем, остановили, чтобы языком. Если и так не можем, чтобы хотя бы у нас в сердце присутствовало вот это негативное отношение к этому, чтобы мы были с этим грехом не согласны. Сейчас возникает вопрос, если, например, я младший, и более взрослые люди говорят об этом грехе, если я не могу остановить этот грех, лучше будет в этом модельце вообще не сидеть. Просто выйти из помещения. В этом модельце не присутствовать, да. Но, конечно же, было бы хорошо, если бы этот брат, к примеру, подошел бы к более старшему брату, человеку, который разбирается в этом, может быть, имам, может быть, какой-то другой человек, какой-то алим, и ему аккуратно объяснил бы. В этом случае от него тоже ребятам это не будет считаться, как мы говорили ранее. Он что хочет? Он хочет, чтобы эти братья этот грех оставили. Останут злой. Да, да. Что нужно теперь сделать? Нужно подойти к более такому, скажем, для этих людей, уважающему человеку, чтобы он сказал, вот эти мои братья, там, да, мои знакомые, родственники, они совершают грех. Не могли бы вы немножко разъяснить этот вопрос? Я думаю, после того, как с ними алим поговорит, даже если не полностью, но в большинстве случаев этот грех, наверное, надеюсь, они оставят. Раз они не могут от младшего брата слушать, наверное, от старшего брата тогда будут слушать, если только в этом вопросе, да. Но вы сказали, что просить прощения желательно, ну, нужно и правильно собирать всех тех, при которых было совершено, и лично тому человеку приносить извинения, что поносил его. Должен ли человек каяться перед этим человеком и перед Аллахом? И только перед этим человеком хватает? Конечно, любой грех, который совершается, в любом случае, перед Всевышним Аллахом каяться всегда нужен. Любой грех, какой бы мы грех не совершили, будь то перед людьми, будь то только перед Всевышним Аллахом, в этом случае грех, он всегда, конечно, грехом остается, и перед Всевышним Аллахом за это просить прощение нужно. Это является обязательным. Просто здесь добавляется, если это то, что мы совершили грех, если он связан с человеком, связан с его честью, связан с его имуществом, связан с его кровью, с чем-нибудь, тогда уже мы должны у него самого тоже прощения просить. И до тех пор, пока этот мусульманин не простит, Всевышнего тоже, говорит, не прощают. Поэтому Судный день очень великая опасность того, что даже если мы просили у Аллаха Та'аля только лишь и не попросили у нашего брата мусульмана или сестры мусульманки, что Всевышний может наше покаяние не принять. Это является условием принятия Та'убу. Чтобы мы что сделали? Чтобы мы покаялись перед Всевышним Аллахом, чтобы мы оставили этот грех, и если этот грех связан с этим человеком, чтобы мы у него тоже прощения попросили. Это является одним из основных условий для того, чтобы вообще Та'убу принялось. Вот этот грех на языке у всех, можно сказать, и с этим тяжело его просто так оставить. Есть ли какой-нибудь способ, какая-нибудь помощь, которая поможет мусульманину, хотя бы как-то ограничить этот грех? Здесь мы, наверное, скажем, начнем с того, что человек, он, когда начинает видеть себя лучше, чем другие люди, когда у человека преобладает какое-то самодовольство, особенно над собой, нежели над другими людьми, вот это и есть, вот, скажем так, пик его невежества, когда человек думает, что он лучше других. Вот когда мы начинаем говорить за другим человеком, что он плохой человек, это тогда, когда мы думаем, что наши деяния лучше, чем у того человека. Теперь давайте каждый из нас просто сравнит. Вот тот человек, который перед вами находится, к примеру, я или же вы, кто бы то ни был из наших слушателей, телезрителей, любой человек, если этот человек себя спросит, какие у меня есть положительные и какие у меня есть отрицательные качества. Если мы просто на листочке это распишем, мы, да, некоторые люди больше минусов от себя поставим, чем плюсов. Теперь вопрос возникает, а теперь ты разреши, вот опиши точно так же мне того брата, на который ты только что делал ребят. Он начнет его расписывать. И может, если этот человек, на самом деле, разумный человек, человек, который немножко хотя бы разбирается в исламе, человек, который немножко разбирается в том, что он является, на самом деле, рабом Всевышнего, он может написать больше плюсов тому брату. Теперь каждый для нас уже отвечает на свой вопрос. Тот человек лучше или же я лучше? Раз, если получается, что мой брат лучше, тогда имею ли я право на него что-то говорить? Понимаете? То есть уровнем человека, который не дошел до того даже уровня, сзади него что-то говорит. Это уже неправильно. Здесь что получается? Здесь у нас идет обратная сторона. Мы все время себе плюсы ставим во всех деяниях, а нашим братам мы всегда им минусы ставим. Если мы такие хорошие, если у нас все так хорошо, если у нас грехов тоже нам нет, тогда мы уже на уровень пророка себя возводим. Мы же знаем, что безгрешные только пророки и ангелы являются. Поэтому у каждого из нас есть свои грехи, у каждого из нас есть свои недостатки, но эти недостатки, которые есть в нас, мы должны стараться их уменьшить. И точно так же мы должны стараться, чтобы недостатки, которые есть в наших братьях, чтобы мы их не замечали. Ибо мы знаем, точно так же, как мы сейчас, может быть, обсуждаем одного человека, Точно так же наш брат, которого мы обсуждаем, он может нас тоже обсуждает. И получается этот замкнутый круг. Мы его обсуждаем, он нас обсуждает. И все равно это все крутится. Конца край нет. Поэтому мы должны быть теми людьми, которые этот, скажем так, злополучный круг, который разрушает. Останавливаются и говорят, нет, я больше наговорным людям не буду. Потому что я не настолько совершенный человек, чтобы заниматься проблемами других людей. У меня своих проблем, как говорится, с высшей крыши. Лучше я буду заниматься своим очищением. Лучше я буду заниматься богослужением. Лучше я буду заниматься таким богослужением, которое приводит к довольствию Всевышнего Аллаха. А как раз таки вот этот ребят, о котором мы говорим, оно является именно вот той нечистью, той грязью, которая препятствует, чтобы мы привлежали к Всевышнему Аллаху. К примеру, мы знаем, если на нашей одежде есть какая-то нечисть, в этой одежде наш намаз, он неполноценный бывает. Даже может быть так, что намаз вообще даже не принимается. Точно так же, когда мы делаем какие-то хорошие богослужения, в этот момент, если в нас присутствует этот ребят, этот бухтан, этот намимат, что бы ни было, любые эти грехи, Аллаху Тааль нас не принимает. Мы днем и ночью совершаем богослужение, одновременно ведя нехорошие разговоры, и думаем, что мы на самом деле растем перед Всевышним Аллахом. Но на самом деле что происходит? Аллаху Тааль нас не подпускает, Аллаху Тааль нас не привлежает к себе. Почему? Потому что в нас есть грязь, и эта грязь является как бы отталкивающим. Условия являет, чтобы человек был чистый. Мы, получается, физически чистые люди, но душевно, внутри, там у нас вот эти грехи присутствуют. Машаллах, Мухаммад Алифхаджи, интересный тест предложили. Тест на проверку самого себя, хорошие качества и плохие качества себя и своего брата. Машаллах, надо будет всем нашим телевизорам взять на заметку. Дорогие друзья, мы продолжим после очередного рекламного блока. Дорогие друзья, мы продолжаем. Мухаммад Алифхаджи, позвольте, у нас осталось немного времени, практически 10 минут. И вот очень актуальную тему позвольте поднять. Вот соцсети. Сейчас комментируют какие-то фотографии, комментируют вообще все события. Мы очень привыкли в соцсетях. Мы практически, можно сказать, переселились в соцсети. Все гадеканы перешли уже в соцсети WhatsApp, Facebook, ВКонтакте и так далее. Но как-то люди не ощущают комментарии, которые они пишут негативные в соцсетях, как бы хулой, сплетнами и так далее. Это равностейный грех сплетнам, как мы произносим языком то, что мы пишем? На самом деле, сегодня, когда мы видим, что все, что происходит в социальных сетях, и, к примеру, сегодня, когда наши братья и сестры, когда слышат ответ, когда алимы нам разъясняют и говорят, что то, что происходит в соцсетях, это равнозначно тому, что происходит в жизни, что оно несет такой же вред, мы этому должное значение не придаем и думаем, что мы за это отвечать не будем. На самом же деле, разница какая, как человек сказал или как человек написал. От того, что он что-то написал, и это увидели хотя бы 2-3 человека, которые этот комментарий увидели, это же уже есть, получается, наговор, это уже есть гибат, это уже есть бухтан, все что бы там ни было, зависимо от того, что он написал там, это также будет расцениваться. Поэтому здесь я бы сказал так, если вы зарегистрированы где-то в социальных сетях, если вы зарегистрированы на каких-то группах где-то, в этом случае чем там что-то писать, чем что-то делать, вы тысячу раз подумайте. Здесь я даже, мне даже с одной стороны это как-то кажется более легче человеку, нежели при обычном разговоре. Когда человек обычно разговаривает, у него думать времени практически не остается. То есть то, что он на языке, он сразу говорит. Но теперь смотрите, когда мы что-то пишем в телефоне или на компьютере, когда мы что-то набираем, у нас, пока мы каждую букву набираем, у нас есть время подумать, стоит ли это писать или нет. Когда мы закончили писать текст, мы можем еще раз подумать, «Отправить ли его или не отправить?» Вы сделаете, как делал Абу Бакр, когда у Абу Бакра что-то спрашивали, у него, оказывается, во рту камушек был маленький. Что он делал? Если ответ, если он приносил пользу, он этот камушек вынимал и только после этого начинал разговаривать. Если он знал, что в этом ответе не будет пользы никакой ни ему, ни тому, кому отвечаешь. Бывают такие вопросы ненужные, которые задают, на которые отвечать даже не нужно. Просто пустословие, скажем так. В этом случае он этот камушек не вынимал, то есть дальше отвратился и уходил. Вот такой пример я бы хотел нашим братьям и сестрам всем и самому себе в первую очередь сказать, когда на что-то спрашивают или когда мы хотим что-то прокомментировать, просто что-то сказать, давайте мы подумаем, это нужно делать или нет. Вот мы набрали на этой клавиатуре, мы набрали в этом телефоне какой-то текст. Какой-то аналог камушек у нас все еще остается нажать, отправить или нет. Отправить или не отправить. Будет ли польза в том, что я напишу вот он такой-то человек. Даже неизвестно, это правда или нет. У нас же в социальных ситуациях как бывает, один человек что-то сказал, даже не удостоверил, это правда или нет, и она по группам везде расходится молниеносно. И доказать, что это было неправильно, что это была ложь или что это был наговор этого человека, это очень сложная вещь. Мы видим, из-за этого очень много семей тоже разрушается. От того, что какой-то человек что-то сказал на какую-то девушку, там все остальное. Во всех этих случаях туда влезать и там что-то делать. Зачем это нужно? Неужели мы настолько, как я сказал, такие люди, у которых огромные вознаграждения, чтобы их распрасывать направо и налево, и неужели мы настолько уверены в завтрашнем дне, что мы попадаем в рай, что у нас есть время на все это? Мы должны заниматься собой, не заниматься обсуждением других людей, а заниматься собой. Еще один Хаджи хочет спросить. Люди привыкли скидывать в Инстаграм, в Фейсбук подряд все, что они фоткают, начиная от еды и кончая с тем, чем угодно, и кидают фотографии своих близких, друзей, родных. И в результате этого эти люди становятся объектом сплетен и так далее. Грех как будет возлагаться на этих людей? То, что мы выставляем в эти социальные сети, мы же знаем, что ее просто как-то убрать, или просто от того, что на твоей странице зарегистрировано, что она там не остается. Любой человек, который в этих сетях зарегистрирован, он тоже получает какой-то определенный доступ к этому файлу, к этому материалу, к этой картинке, видео. Она может в дальнейшем попасть, скажем так, в какие-то нехорошие руки, их могут где-то использовать. Вот все это для чего мы делаем? Когда мы фотографируем, эту фотографию, она нам вообще нужна или нет, нужно подумать много раз. Может быть, вообще не стоит фотографировать. Раз фотографировали, подумайте, эта фотография будет ли такой фотографией, за которую вам завтра будет стыдно перед кем-то. Если мы будем вот так рассуждать, у нас проблем в социальных сетях, наверное, не будет. Но мы сегодня что делаем? В погоне за каким-то пиаром, в погоне за каким-то авторитетом. Вот просто, чтобы я первый поставил, чтобы я первый прокомментировал, что бы это ни было. Мы это выставляем, об этом не задумываемся. А завтра, когда нам это предъявляют, говорят, вот ты, брат, это поставил первый. За это же ты ответственность несешь. Нам уже бывает неприятно, и мы уже голову отпускаем, не знаем, что делать. Мы живем в информационном мире. И не секрет, что многие люди ставят свои фотографии, желая, чтобы их комментировали. Им без разницы, их будут хвалить или как-то негативно будут к ним относиться. Главное, чтобы они были на слуху. Вот они таким образом, получается, провоцируют грех сплетен, да? Конечно, они, получается, и провоцируют. И этих людей мне искренне жалко. Эти люди, которые, они думают, что они такие хорошие люди, что за них нужно все время что-то, чтобы говорили. И они хотят, чтобы они все время что-то говорили. Они этим самым просто свой авториток это поднят, скажем так. Эти люди, получается, самодовольные очень такие люди, у которых самомнение очень высоко. И которые, скажем, ну, болеют такой звездной болезнью, что ли. Им нужно лечиться. И таким людям нужно постараться, чтобы эти, их качества, они были немножко поменьше. В качестве того, что мы говорим, что у него самолюбие в этом человеке есть. Такой человек, когда его комментируют, и ему это нравится или не нравится, ему разницы нет. Ну, об этом человеку что мы можем сказать? Получается, ему нет разницы, он в рай попадет или в ад попадет. Ему же без разницы, что о нем пишут. Так он не должен относиться. Человек должен стараться, чтобы о нем говорили только хорошие. Если он не будет совершать какие-то плохие деяния, о нем говорить плохо, наверное, тоже не будут. Это тоже логично же. Человек должен стараться, чтобы о нем говорили только хорошие. Но такая провокация снимает ответственность от греха, от того, кто комментирует негативно это все? Тот грех, который совершается прилюдно, тот грех, о котором все знают, и если является на самом деле правдой, говорит, что такой человек совершает этот грех, это не будет являться ребятом. Это может быть не грехом человек совершает. Как-то оделся, да, смешно, выставал фотограф, вот его комментируют как-то. Возможно, это человеку не понравилось. А он это специально поставил, фотографию, чтобы он был на самом деле. Там уже получается, когда человек выставит фотографию, и если ему нет разницы, это будет хорошо или плохо, получается, как мы сказали, если человеку не нравится, этот ребят получается. В данном случае он, получается, согласен с тем, чтобы его обсуждали. Да, да, он согласен. В этом случае такого ребята, как при обычном, о котором мы говорим, такого греха, я думаю, не будет. Здесь уже нужно этому человеку немножко, скажем так, подумать о том, что он сам делает, Если ему нет разницы, его обсуждают или нет. Вот здесь еще один такой вопрос от нашего телезрителя. Человек как-то притесняет соседей. А он как бы оправдывает это все, что он совершает намаз, он построил у них там мечеть и так далее, и так далее. И как-то так поносит соседей, все время с ними скандалит и так далее. И как бы считает, что он имеет на это право, он авторитетен благодаря каким-то таким деяниям. Это снимается ли его грех, оскорбление, сплетни и так далее? Вот человек хочет знать, насколько это тяжко. Понятный вопрос. Человек, который совершает какие-то благие деяния, если он их совершает для того, чтобы он смог завтра сказать месту людям, чтобы как-то скажем так, предъявить. Вот я, мол, совершаю, а вы не совершаете. Вот таким деянием, его деянием, грош этим деяниям цена. Почему? Потому что то, что он совершает, он должен совершать не для того, чтобы люди сказали, что он это совершил, а для того, чтобы это было принято Аллаху Та'алю, чтобы Всевышний принял его, и он ради Аллаху Та'алю или ради этих же братьев и сестер он это совершает. То есть, в конечном счете, он их совершает не для того, чтобы ему, скажем так, в этом мире кто-то добром отплатил. Не для этого. А для того, чтобы, иншаллах, чтобы эти деяния ему помогли в судный день в рай попасть. Здесь, если он говорит, что я совершаю такие хорошие идеи, я такой хороший, и они могут сказать, да, ты такой хороший. Получается, он свою эту заслугу, свою похвалу он в этом мире уже получил. Подобно тому катаполию, как разбрасывать, он разбрасывает. Да, и поэтому Аллаху Таалли может сделать так, что он, раз он в этом мире говорит, я такой хороший человек, Всевышний Мусульный День скажет, ты же говоришь, что ты хороший в этом мире человек. Уже в том мире, в Ахирате, ему ничего не даст. С той долей, которую ему хотели бы дать. Спасибо, Мухаммад Алифхаджи. К сожалению, время нашей передачи ограничено, нам придется попрощаться. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Увидимся на следующей неделе. Ассаламу алейкум.